Итак, срочные новости. Информация с официального сайта ведомости Урал.ру. Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста перед инаугурацией Владимира Путина. Митинги могут пройти как минимум в двух уральских городах. Известный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении по всей стране массовых митингов и шествий 5 мая 2018 года перед инаугурацией президента Российской Федерации Владимира Путина, назначенной на 7 мая, передает корреспондент ведомостей Урал. О проведении митингов и шествий Навальный рассказал о ролике в ролике, вышедшем на его YouTube-канале. По словам политика, это будут акции против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония. 5 мая выходной день. Мы подадим заявки во многих городах и надеемся, что найдутся люди, готовые сделать это без нас там, где нет наших штабов, пишет Навальный в своем блоге. В массовых уличных митингах и шествиях, по словам оппозиционера, должны принять участие люди, не голосовавшие за Владимира Путина на выборах президента 18 марта. Мы не давали согласия блокировать Телеграм. Это не соответствует национальным интересам в нашем понимании. Мы требуем борьбы с коррупцией. Мы требуем от чиновников ответа на свои вопросы. Южнокорейские акции против коррумпированного президента проходили почти одновременно с выходом фильма «Он вам не Димон». Прошел год. Бывший президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы. Медведев же стал еще богаче и стоит во главе правительства страны. «Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение. Какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?» – указывает он. «Мы полноправные и равноценные граждане. Нас много. Мы не дадим игнорировать нас и наше право быть услышанными», – заверяет Навальный. По данным ведомостей «Урал» в Уральском федеральном округе, 5 мая 2018 года протестные акции сторонников Навального пройдут как минимум в двух городах – Екатеринбурге и Тюмени. Следует напомнить, что накануне предыдущей инаугурации Владимира Путина в 2012 году в Москве на Болотной площади состоялась массовая протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Следственный комитет Российской Федерации начал уголовное преследование участников шествия в рамках так называемого «Болотного дела». Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия сотрудникам правоохранительных органов. Подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok